Старного курса для детей, иммуностимулирующего и маму замечательных четверых детей. И счастливая жена. Я рада вам. Пишите свои вопросы. Буду сейчас отвечать на все вопросы. Постараюсь, не знаю, отвечу или нет, но постараюсь как можно больше ответить. Но у нас, как всегда, 15 минут. Я бывает задерживаюсь, когда у меня есть времени побольше. Но сейчас посмотрим, как получится. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, месячные прекратились где-то после 6 месяцев веган. Сырое большая часть. Нормально? Если нет, то что делать? По месячным уже были эфиры. Я рассказывала, что это такое, почему пропадают месячные. Происходит гормональный сбой. И хотим этого или нет, нам нужно помогать телу перестроиться. Наша женская гормональная система моментально реагирует на недосып, на смену питания, на перелеты. Вообще наша душа, наша женская природа, она очень ранима к любым изменениям. Поэтому аскезы, они, конечно же, вносят свои коррективы в нашу жизнь. И, соответственно, при смене питания, если вы не подходили к этому с чистками, грамотно, плавно переходили, допустим, помогали телу перестроиться, очиститься, то, конечно, небольшие гормональные изменения будут происходить в теле. Не стоит этого бояться. Просто нужно знать, что с этим делать. Вы должны измерять наблюдение, вести постоянное наблюдение за собой. Вот сейчас, когда вы переходите, облегчаете себе питание. Это симптотермальный метод распознавания плодности. Изучайте. У меня есть в подписчицах мой учитель, у которого я училась, замечательная Светлана. Вы можете обратиться к ней. Можете найти своего учителя этого метода. Много очень хороших преподавателей, которые несут знания. И вы обязательно должны это освоить, попробовать на себе. Потому что, действительно, это поможет вам понять свою женскую природу. На своих курсах, на своих программах, личном контакте с девочками, я, конечно, всегда только направляю их на то, чтобы они ввели эти плодные карты и понимали, есть овуляция или нет. Только так вы сможете понять, что происходит с телом, какие есть гормональные изменения. Ну, и выстроить это все, и понять, доказать, либо не доказать овуляцию. Это тоже очень важно. Дальше. Вам нужно проводить очищение организма, подключать травы, которые выравнивают гормональный фон. Помните, что травы у нас, в принципе, гормональные травы, это не искусственные гормоны, которые прописывают, не гормонозаменяющая теперь терапия. Травы – это всего лишь растения, которые обладают гормоноподобными веществами, которые действуют на определенный орган и тем самым стимулируют его к лучшей работе. Передозировка от гормональных трав невозможна. То есть ухудшить состояние вы, в принципе, не можете, если вы пьете травы в назначенное время, в определенные дни цикла. Если вы будете пить одну траву, которая совершенно не ложится в эти дни цикла, которую нужно пить совершенно в другие дни, то, конечно, может произойти и противозачаточный эффект, и легкий сдвиг с устоявшегося гормонального состояния тоже может быть. То есть травы – это тоже лекарство, и тоже нужно отслеживать, чтобы всему было свое время. Детворать, меряшка, меряш, и светозарщик, хватит поливаться тихонечко, хорошо? А то я кричу, кричу, тут меня, наверное, не дослышно. Меряшик. Простите, у нас бытовые дела. Вот. Так, все. Если месячных нет, не значит, что вам нужно срочно возвращаться на традиционное питание, и возвращать все эти продукты, которые вы ели раньше. Нет, ничего подобного. Вы просто должны немножко скорректировать свой путь, немножко его выстроить в более грамотном состоянии. И тогда будете получать, восстановится ваш цикл, если месячные, они будут понемножечку сходить на нет, и потом выйдете к тому, что во время месячных просто будет отходить слизь, может быть, опять же, с прожилками крови, там, небольшими, но не будет именно месячных. Но это нормально, физиология наша, и это должно быть. На сыроедении мы, не на сыроедении, неважно. У нас должны наблюдаться месячные циклы, ежемесячные выделения определенной слизи, предавалюаторной, поставалюаторной, и, во всяком случае, в менструальный цикл точно, за весь менструальный цикл что-то должно проявляться. Ну, или бы сухие дни. Вот, вопрос, живая постела. Спасибо. По поводу вчерашнего вопроса, про медленный рост волос. У ребенка 4,5 года сыроед, с рождения, беременность проходила очень легко, без токсикозов, родов, легкие, воду в папины руки. А, потрясающе, наверное, кормили там, кормили. Кормили грудью 3 года, 2 месяца. Питание мамы, время родов и кормление веганское. Анализы у ребенка все в норме, прививки не делали. Так, вот у вас идеальный случай, почему не растут волосы. А у вас в детстве росли хорошо волосы? Вот этот вопрос еще, не, я не уточнила у вас. Тоже это, да, генетически бывает, что вот не растут совсем там 3 волосинки, а потом буквально пару лет проходит, и сразу волосы начинают расти. Может быть, это у вас по генетике. Если у вас, у вас и у мужа вашего, и у родителей ваших были всегда пышные волосы, да, с самого маленького возраста, то тут, конечно, нужно посмотреть, может быть, стоит все-таки сделать антипаритарную программу, потому что дети же, да, облизывают все вокруг и в свое время. И вот эти вот контакты с паразитами, они, может быть, даются именно у ребенка, у вашего ребенка, в теле вашего ребенка, вот такие вот проявления. Да, это может быть вполне частое проявление, что не растут волосы, тот же грибок, наверное, всяк, тот же... Ну, я не про ребенка говорю вообще. И любые кожные проявления, это, соответственно, реакция паразитов в теле. Так что, если у вас это не по генетике, то сделайте небольшой легкий курс антипаритарный и уже увидите немножко результаты, должны быть результаты. Если с первого раза не будет, ну, сделайте еще раз курс, и тогда точно должно быть. То есть один может быть не так сильно подействовать, а второй уже хорошо. Так, я пропустила этот вопрос. Скажите, что делать, если на теле много родинок? Так, если это родинки, не бородавки, не попеломки, не ничего другое, но в основном родинки, это грибы, говорят, что тело, если на коже, вот запомните, если на коже проявляются родинки, родимые пятна, любые, вот не было и стали проявляться, значит, ваш грибок, грибковое проявление проникает уже глубже в мышечную ткань. То есть вам уже нужно с этим что-то делать. Я не хочу вас пугать. Я просто хочу вам сказать, что вам не нужно медлить, не нужно ждать, что оно само пройдет, и долго раздумывать. В любом случае антипаразитарные программы вам не помешают, и это будет очень хорошо воздействовать на ваше тело. Побледнеть они, вот если в начале, в самом начальном этапе будете уже что-то делать, они побледнеют, постепенно сойдут на нет. Если уже годами это собиралось и скапливалось в теле, то, конечно, оно не сможет так быстро выйти из тела, и нужно будет достаточно долго работать с этим. Вообще, с грибком сложнее всего работать. Добрый день. Вчера выпила касторку, а она у меня рвотным рефлексом вышла. Сейчас сразу же. Что посоветуете? Ксения. Ксения, если рвота после касторки, ну вот на лицо, это сразу говорит о том, что у вас достойт желчи, и достаточно сильный. Почему такая вот реакция? Рвота, вот вырвали, да, касторкой, а потом была рвота у вас с желчью или нет? Тоже такой показательный момент. И если, если сразу, если у вас, в принципе, бывают еще такие моменты, я помню, когда я себе в наше время очищения делала себе, нет, брату своему, разводила касторку, и тут Владимир заходит, там откуда, с улицы, увидел эту касторку, и он тут же побежал в туалет и вырвал. Он не пил касторку, он не, даже не нюхал, не разводил ее, рядом не стоял, а вот такой вот рвотный рефлекс у него сработал, и он побежал в туалет. Возможно, у вас тоже такая же была ситуация. То есть, если не было вкуса желчи, горечи во рту после рвоты, то, возможно, просто вот тело, пока сейчас ему нужно отдохнуть. Если вы до этого делали много чисток подряд, и действительно, ваше тело ослабло, оно не хочет уже все. Вот нужно сделать перерыв, касторка не идет. Но, если не было до этого касторки, только, скорее всего, это застой желчи. Попейте тмин с кориандром, вернее, шрот расторопший, масло расторопший, по вечерам. И уже потом, вот если месяц так подержитесь, помните, я писала в посте про помощь печени. Вот месяц так поработайте, потом зайдете на касторку, и будет уже легче. Но, опять же, не могу давать гарантии, потому что не знаешь о вашего тела. То есть, гарантии даем только у нас на нашем курсе, когда мы ведем людей, когда мы смотрим за реакцией. Я даю общие рекомендации в постах, которые хорошо, благостно влияют на тело. Но глубинных процессов, к сожалению, затронуты не будет, и мы не сможем, вы не сможете глубоко погрузиться, глубоко очистить свое тело и перенастроить все процессы. То есть, я даю такие базовые знания, которые как основа. Дальше, конечно, в наших курсах, в индивидуальном сопровождении либо в консультациях более глубоко. кто был, кто знает, кто уже обращался к нам, что даем мы очень много. В общем, вы поняли, да, Ксения? Что вам делать? Гипотиреоз. Здравствуйте. Диагноз гипотиреоза. ТГ по высшей норме, в два раза, в три в норме. С какой чистки лучше всего начать? Восстановление функции щитовидки. Какими продуктами или настойными можно заменить гормонозаменяющую температурную терапию, да? Так, я не вижу ваши... Сейчас полистаю. Полистаю, где ваше продолжение. Вот, какими продуктами или настойными может заменить искусственную гормонозаменяющую терапию? Так, вот, все хорошо. Что, если у вас уже есть гормонозаменяющая терапия, вот, девочки, все слышите это, услышьте это от меня. Если вы уже принимаете гормонозаменяющую терапию, вам категорически запрещено резко отменять препараты. Вот, абсолютно нельзя это делать. Вы только ухудшите свое состояние. Вам не нужно к этому стремиться. Вам нужно постепенно выводить свое тело на тот уровень, когда вы сможете понемножку снизить дозировки. То есть, вы сдадите анализы, реально покажете врачу, и действительно это было в моей практике, показывать врачу, врач говорит, да, можем снизить дозировки, можем назначить что-то другое, назначали, и потом выходили на тот уровень, когда, в принципе, уже отказывались от гормонозаменяющей терапии. Но, если резко отменить, будет хуже. То есть, вам нужно плавно начинать, начинать с кишечника, конечно, смотрите, помните, говорила, кишечник, по ступенечкам идем, кишечник, потом задействуется репродуктивная система, женские половые органы. Следующая ступенька, это эндокринная система и щитовидка, в частности. То есть, начинаем с первой ступеньки, мы работаем с кишечником, оздоравливаем его. Следующая ступенька, у нас репродуктивная система. Вы можете сказать, что у меня у нас репродуктивная система, все хорошо, все замечательно. Нет, это вам так кажется. На самом деле, не бывает проблем с щитовидкой, если не было предыдущей ступеньки. Понимаете, этажики дома, то есть, может быть, первый этаж, а потом третий построили, а второй там, его нет, все хорошо на втором этаже. Нет, делаем очищение кишечника, восстановление микрофлоры, в течение месяца, полутора, двух, бывает, это нужно делать. Более глубокое, тщательное, восстановление микрофлоры, и за это время проявляются какие-то женские заболевания, которые есть, которые были в скрытой форме, либо в хроническое ушел, в хроническое состояние, оно проявится обязательно. Потом работает с женской системой, снова какое-то время восстанавливается флора, кишечная флора, и влагалищная в том числе, и потом вы действительно сдаете анализы, и видите, что уже, уже потрясающие результаты по состоянию щитовидной железы. И буквально там совсем немного нужно будет для того, чтобы восстановить полноценную работу. Но основа, достаточно большая база, много времени вам нужно потратить на основу. Это кишечник и женская репродуктивная система. Остальное уже, уже оно откликнется на то, что вы делали. Если я вам сейчас скажу, какие травки попить, понимаете, не поможет, потому что, во-первых, травы назначаются только тогда, когда пройдут две ступеньки, тогда будет понятно, стоит назначать эту траву, либо стоит вот эту назначить. Сказать вам, что вот смешайте все травы и пейте, ну, какой это эффект получится? Никакого эффекта, и поэтому в интернете столько много противоречивых отзывов, что вот травы не работают, что это все обман и так далее. Работают травы, если все делать грамотно, постепенно и последовательно. И со своими дозировками и со своими... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и субтитров А.Егорова и субтитров А.Егорова и субтитров А.Егорова Уставшая печень вырабатывает